Ну я не про это говорил, но нечто подобное. То есть вот она мозаика. Здесь нашлепались разных камешков. Причем красиво. А как это сделали? Сказки сказками, а вот реально контуры вот-вот-вот. Отдельно это получается как будто другой материал. Чуть темнее залили. При заливке использовали. Как это называется? Порфир. Золоченая бронза. О, смотри, смотри. Раскол и вот он пошел, 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 пошел. Листва четко. Ветки четко. Крестики, чтобы не испортить работу. Аккуратненько, аккуратненько сделали. По чуть-чуть, по чуть-чуть. Прям били и плакали. Били и плакали. Угу. Кресты сделаны позже. Потому что вот все остальные мелкие детали четко сделали. Кресты. Очень хорошие. Очень хорошие детали. А кресты прям? Кресты. Действительно. 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 Ничего не про Крест. Это просто мое дание. Ничего специального. Ничего не про Крест. 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 Все, 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 все. Вот они. Смотри. Излучатель. Продолжение следует... 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 Если монах, мы были главным постучком ананаса, в корпорации к себе. Дело в другом. Вот ты берёшь вот эту вот штуку, и пытаешься что-то разрубить, вот такую вот полосу металлическую. Да, она зазвенит, она согнёт. Вот и всё. А вот эта маленькая что? Вот почему все виктори на латыни пишут? Какое назначение? Шкуря. Может быть? Бря. Вот это вот, по-моему, руку защищало от электрозаряда, и всё. Шапиры. Ну, это кузнечно-прессовое оборудование однозначно. И для тех, кто не смотрел ролики Кунгурова, рекомендую посмотреть. Он хорошо, детально разбирает, что часть из этих вот вещей фейк, новодел двадцатого века, которые сделали именно в двадцатом веке, для того, чтобы показать отсталость наших предков. А часть реально оригинальные вещи, но они заточены под энергетическое волновое вооружение. Также те, кто не смотрел мои похождения, допустим, в военном музее Костромы, там тоже я детально разобрал энергетические мечи джедаев прошлого. Всё колющее, режещее оружие, фламберги, так называемые, и прочее. Всё сделано под электричество, под те энергии, о которых мы не имеем ни малейшего понятия. Но понятно, что это не для того, чтобы колоть друг друга, либо стучать по латам по башке. Явто не для этого. Есть другие способы. Как и пушки, это энергетическое вооружение. Кто не видел, кто не понимает, о чём мы смотрим ролики на канале Цельнозор, там всё показано детально. Для чего нужны обмотки на колющее, реже чем так называемое вооружение, как работали пушки, как работали крепости звёзд, как там формировались силовые поля из этих вертикальных щелевых антенн, для чего нужна красная ртуть, каким образом она давала энергию от вибраций и так далее. Всё на канале Цельнозор. Ну а продолжим осмотр. Сюда ли мы выкатываем? Новая информация. Какие классные пополари занотары. Вот она собирала пожрать пищу. Вот какая красота. Красота. Ну смотри, он не охотится, он с ним разговаривает, он его несёт, общается. Вот так с охотой не несут. Ну и чё? Собачка. Ну что хоть не пан. О, дай пожрать. Собачка. Пиписька. Кудри. Всё как полагает. Да. Листочком. Белом. Ну вот это не Христос. Вот с религией тут ничего не связано. Собачка. Да. Написали, что Христос, но это не Христос. Вот. Да. Собачка, да? Тут даже материал есть показан в штанах. Смотри, тут даже материал показывает, что в штанах сидит. Да, а стигмат просто. Это тоже должно быть. То есть, потому что, чтобы показать, что Христос, мы сделали стигмат, и вот так, ребят, чтобы он был распят. Да, хрен. Не, овечку в качестве жертвы. Да, на трех покосил. Это монолит, единое целое. И тут по трафарету надпись какая-то идиотская. Ни хао. Да, любовь у них. Грифоны, грифон, грифон, три грифона. Ну это резонатор какой-то. Смотри, тут такой же излучатель и все. Огонь, fire. Свастика. Солнце. Вы сомневаетесь, где их было электрического. Там не варится. Жопа поросенка. Кабанчик. Кабанчик. Кабаньки, кабанчик. О, классное устройство какое-то, прям. О, классное устройство. Молокки и зубила, вот прям смотрю и представляю, в лаптях с бородами молокки и зубила, в принципе лапки прям. Это молокит, это классный молокит, причем очень тонко нарезан. Ты смотри, миллиметр. Один миллиметр, один миллиметр. Смотри, шпон. Столько лет, и он еще не отклеился. И качество выполненных работ, выполненных таких вещей много. Это поточное производство. Это не уникальные шедевры. Таких штук много. Во всей Европе есть подобные. Это действительно уникальные инструменты, уникальные изделия. И непонятно, как их сделать. Даже сейчас их не сделать современными технологиями, потому что сделать полоски из лазурита, из изумруда, во-первых, просто не найти. Мне кажется, это просто тоже явно искусственно. Во-вторых, никак не сделать толщину полтора-два миллиметра, и точно никак не наклеить, без вплавления одного камня в другой, на какую-то другую материал. Вот эта столешница, вот эта вот чашечка, которая явно не для того, чтобы попить там и умыться в ней. То есть это не функционально, но, тем не менее, это очень красиво. Это части какого-то устройства, и уже много роликов я сделал о том, части какого устройства все это являлось. Миллиметр, вот миллиметр. Толщина. Голоко чем? Как прилепить? Как сделать из облака? Минимум 200 лет, он на месте, он не отклеился, не отлетел. Вот качество. Андрей, если это что-то, допустим, сделать, да? Либо копируют какой-то кубок, либо сама является. Как сливали, сама формой является. А для чего? За ручки их упрались, они могут усти функцию такую, что можно взять и поставить? Мне кажется, это что-то, что какие-то волны давало тоже наверх. Это не функциональное. Я не думаю, что кто-то чем-то пользовался таким. Но вот этот стол, вот этот для людей. Сложно попали. Заглядывал, да. Да, да, да. Смотри, это размер для людей. То есть это явно не для людей. Даже не для великанов. То есть это все человеческого размера для обычных людей. Вот потолки не для человеческого размера. А стол вполне человеческий. Ну, пойдем дальше. Красота. Красота. И вот толщина, вот она видна. Один миллиметр. Один миллиметр, но два. Ма. А это лазурит, говорят. Где никакой кусок лазурита взяли, не поймут. Вот это монолит. Это, наверное, практически в лице. Вы знаете, видите, величайшие изтыки? Вот из лазурита. Вот это капли. Делие, это только каплицов. Ну, явно вот эта надпись, она сделана после, и она сделана технологиями уже современности. Просто, честно говоря, выдолбили аккуратненько, но выдолбили, потому что я не видел ни одной надписи на русском языке, которая была бы выпуклой. То есть оригинальной. Одна и та же ваза почему-то и статуя итальянская, и вдруг появляется надпись на русском, точно такая же технология, точно такой же материал, точно такой же стиль, точно то же самое ни о чем, что в лапотной России не может быть. Видите, почему-то ни одной статуи мужика в лаптях, либо барина какого-нибудь и так далее нет. Все императоры русские, так называемые, почему-то в сандалях и в туниках и так далее. То есть не под российский климат. Удивительные совпадения, да? То есть, как говорил один киногерой, подозрительно чё это. Терзают меня смутные сомнения. Я думаю, эти же сомнения появились и у вас, ибо здравомыслие, оно в некоторых случаях заразано. Надеюсь, вы в хорошем смысле здравомыслием и критическим мышлением от меня заразились. Ну а следующая порция критического мышления последует не так уж и скоро, но последует. Добра и до новых встреч.